итак всем привет с вами help сегодня хочу представить вашему вниманию поединок сошедший как будто бы со страниц турнира мастер нихикары тамбы против скавинов за скавинов как вы видите идет достаточно известный игрок рамолан и противостоит ему наш русскоязычный игрок висп вот он под таким ником сейчас полуматершинным выступает в сети это поединок с турнира банды лордов 2 возвращаясь я именно вот к такой подачи составов ну если опять не получится вернемся к тому что в последних видео было то есть загрузочный экран где четко все видно какие какие составы взяли соперники где ничего не размыто если здесь также получится ну извиняюсь и так больше всего конечно же нас интересует более подробно составах будем уже говорить по ходу поединка ну а больше всего конечно же интересуют герои и связанные с этим взятые ими обилки и так сетра на этот поединок на химрийском боевом сфинксе и в качестве поддержки своей армии он использует следующие заклинания благословен этот меч птра замечательная билка кстати очень так во первых длительная по сроку действия достаточно длительная 43 секунды дебаф на вот этот вот этот замечательный на 10 секунд плюс заклятие сушения великолепное вообще заклинание и заклятие защиты неру ну и плюс клинки то есть все на ближний бой и обращает на себя внимание вот эти вот замечательных два отряда в составе тамбов это колесница скелетов замечательным антипехотным бонусом ну и сейчас она находится вот как видите под воздействием не сгибаемой воли бафающая атаку ближнем бою и защиту в ближнем бою ну и в связи с этим что в общем-то лорд под ближний бой и вообще весь такой состав достаточно носит достаточно рашевый характер две кавалерии работать по флангам и по тылам два падальщика также затыкать артиллерию которых 3 как мы видим с вами в составе крыс понятно что в общем-то это мета крысиная по большому счету наиболее такая беспроигрышная от 3 артиллерий идти и вот связи с этим не не совсем понятно наличие катапульты вот это вот вопящих черепов вот а так в общем-то в целом состав такой достаточно интересный но вот что он крупный вот сетра все таки под ближку и он крупный и вот и я недаром обратил внимание что в составе крыста как раз эти три артиллерии и плюс карта вот такая вот открытая ну и все три здесь конечно же я думаю придется не сладко ну а крысы на этот бой то есть вот уже идет обстрел у нас этой артой крысы на этот бой используют мага без всего жрец чумы взят с призывом с призывом и за разным дыханием и интересный выбор предводитель воинов с бронебойкой посмотрите и со всеми своими обилочками на тоже ближний бой то есть это такой ярко выраженный ближнебойный генерал который бафает свои войска который бафает самого себя и минус 5 и дебафает соперника посмотрите и дисциплину здесь он и крысиная доблесть все у него здесь под ближний бой но оно и понятно и маунт у него вот этот замечательный ну и посмотрим как события будут развиваться в этом поединке ну а как мы видим арта начинает уже отрабатывать по тамбам катапульта черепов у нас тоже не простаивает идет обмен такой артиллерийскими ударами по шторма крысам с мечами и со щитами заходят эти великолепные черепа замечательная анимация ну-ка давайте посмотрим что она им урон ну наносит хп мал мал снимает но не сказать чтобы уж прям супер так эффективно ну и начинает отрабатывать крысиная арта мы видим три в один по сетре одновременно с катапульта этой вопящих черепов но вот опять таки вот все таки я думаю что в этой ситуации не стоило торопиться тамбам и вот сетры так ломиться в атаку посмотрите он еще не начал атаковать еще не начали не вступили вернее в ближний бой еще нету столкновения войск а сетра уже на выхватал все-таки ему бы вот здесь где-нибудь по сейвится и было бы нормально тем более что мы видим что достаточно большое количество отрядов таких вот но которые способны зайти в тылы это две кавалерии это два падальщика у тамбов вот который в принципе на какое-то определенное время могут завязать ближним боем орудийные расчеты и не позволить вот из девяти стволов палить то есть ближний бой не всегда затыкает пушку варп молнии более того рамулан понимает это и оставляет вот такие вот мощные отряды прикрытия как крыса огры со скавинскими этими рабами с копьями для одной артиллерии и для второй ну и по центру понятно она прикрыта здесь прощами и в том числе также здесь и могут подбежать те же самые крыса о горе клана крысы с копьями прикрыть вот эту артиллерию посередине вот и под засейвить его и видно что столкновение вот оно происходит то есть его даже линию то столкновение можно было предугадать сразу потому что крысы не будут спускаться с этого пригорочка артой они точно отсюда никуда не уйдут соответственно столкновение будет как раз вот где-то вот в этой вот зоне что вот и происходит и как раз вот этот камешек то он рядом и сетру спокойно можно было бы попытаться вот так вот вести бой но это конечно легко уже после боя рассуждать но с другой стороны были но ты же видишь что тебе сетру вообще просто его убивают его просто-напросто и сделать ты ничего в этой ситуации не может потому что вот они отряды прикрытия эти которые даже не прикрытия которые могут фланговать и выходить в тылы вот они только сейчас заходят по тылам им еще нужно время чтобы сюда пробиться неплохо прорывается войны нехикары понятно пехи больше замечательно атакуют вот эти всадники нехикары в по тылам бьют они скавинских этих рабов но опрашники отстреливают и с этим естественно нужно что-то делать все вот она вся арта посмотрите она развернулась то есть вообще весь так то здесь за крыс он сводится к тому чтобы вот этими тремя артиллериями отстрелить сетру и и он бегает как наживка ну вот он не сейвится пытается здесь висп атаковать своими падальщиками артиллерию крыс но все равно она по-прежнему продолжает стрелять то есть вот она механика игры здесь кстати очень здорово откидывается вот это улучшенное заклинание у секфа под как раз пехотное проникновение тамбов то есть очень здорово откидывается минус атака но колесница здесь что она она крысоограф понятно не зачаржит да у них все там по нолям атака и защита вообще в ноли усею пехоты но это не ее функция то есть она вообще любая колесница она вязнет в артиллерии ну и тем более крысоографии как бы не те ребята и вот возвращаясь к механике то есть вот что делают отряды прикрытия посмотрите падальщики вроде бы должны атаковать пушку варп молнии но они вынуждены отвлекаться на вот эти вот отряды которые их атакуют то есть часть падальщиков все-таки атакует орудийные расчеты а вторая часть независимо от того какие команды вы им дадите они будут атаковать вражеские отряды другие не те которые они просто отвечают на атаку вот и все не более того тут же подбегают крыса игры начинают окучивать этих самых падальщиков то есть по факту орудийные расчеты эти хоть и завязаны частично боем но продолжают накидывать более того всадники не хикары конечно действуют они достаточно эффективно здесь ломают вот здесь вот они копейщиков позволяют воинам не хикары выходить на вот этот вот пригорочек подниматься но между тем третий орудийный расчет продолжает стрелять и стреляет он не куда-то а как мы сейчас с вами увидим летит этот снаряд по бедолаге сетре вот он он прилетает ему бедолаге 1 и 2 прилетает ну то есть блин достается короче ему ну а здесь колесница конечно она ну еще раз я скажу нее эта функция здесь биться от сорта и она здесь вязнет но с другой стороны давайте посмотрим поближе как она себя здесь ведет то есть вот опять таки возвращаем да посмотрите то есть она как-то упирается вот а одна сломана у нас пушка получается той же самой колесницей но она вязнет вязнет в колесницах раз вы вернее вот чисто физически да вот в этих вот пушках и ее вяжут здесь ближним боем коле эти кто не крыса игры хотя вот она находится под мощнейшими бафами и под заклятьем клинков и под защитой нейрона здесь было но только вот с приходом пехоты здесь уже эту артиллерию затыкают но именно этот орудийный расчет он уже по большому счету крысам здесь и не нужен и вот врывается сетра и наверное все таки зря вот здесь вот он врывается то есть блин мне вот обидно в том плане что что там бы действует в таком замечательном рашевом стиле вот и из-за вот сетры по факту у них не складывается то есть мы видим что сетра поединок ну как бы продолжается да много крысоограф жив у нас этот предводитель воинов то есть есть цели здесь для сетры в общем то тех же самых крысоограф он отпинает как за здрасте вот это вот арта ну просто закрыл стреляя 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 им по факту рамулану здесь повезло что от в составе тамбов есть сетра вот это вот меня как-то маленькая слегка напрягает ну и плюс удачно конечно же крысы действуют то есть не сказать что все их действия сводятся к тому чтобы три арты там райт кликом направить на сетру бессмертного но это 90 процентов здесь тактики вот мы видим по ходу поединка на 10 процентов это во время призывать отряды призывать чумных монахов призывать клана крыс и бросать их на лучников скелетов ну и поскольку я люблю ушепки я естественно не воздержусь здесь от отсылки к ним потому что вместо вот этих двух луков и вот этой вот артиллерии вполне можно было взять двух ушепки которые бы сейчас вот тут тут спокойно стояли и накидывали бы а уж по крайней мере с призывными вот этими товарищами переключив их на ближний бой они бы разобрались гораздо быстрее нежели вот эти вот скелеты лучники причем они естественно с чумными монахами даже с призывными разобраться не могут или спокойно те же самые ушепки уже бы сейчас этому предводителю воинов накидали бы ну и что касается сетры то есть зря вот он опять таки об атаковал именно вот здесь вот арту эту нужно было все-таки попытаться как-то наверное вот так вот пройти но вот у нас снова еще один призыв то есть я говорю райт клик на арту и не забывай призывать как только кулдаун у тебя прошел и все на этом призванные ушепки но замечательно естественно действует колесницу то есть вот сейчас но она с натиска бежит на скаменских этих рабов с прощами на скаменских рабов с копьями тут вообще вот так вот если посмотреть на пехоту то она ни черта не набила я понимаю это скаменские рабы тут ну уж совсем по нолям рабы с прощами там 27 ну то есть результаты в общем-то по большому счету ни о чем здесь очень сильно старается у нас предводитель воинов разбираться вот и шторма крысы достаточно так ну долго видите они простояли под превосходящими силами соперника плюс еще и под обстрелом и арта по ним накидывала вот сейчас арта вынуждена сдвигаться со своей бронебойкой и по факту наконец поединка мы с вами наблюдаем что погибает под ударами крысоограф сетра и в общем-то со смертью ушепки вот этих призванных ну шансов у тамбов здесь крайне мало потому что во первых неким убивать того же самого предводителя воинов единственный отряд который это мог достаточно эффективно сделать это лучники фатха а они погибли под натиском в ближки от чумных монахов и вот последний вот эти вот лучники скелеты но их законтрить в общем-то не составляет больших проблем поскольку достаточно много такой полумертвой пехоты у крыс остается на конец поединка и колесницами предводителя воинов и крысоограф ты не расчаржишь поэтому конечно висп в ситуации делает все что может все что от него зависит но с учетом того что скелеты у нас войны скелета это вообще бомжовая по сути пехота а войны не хикары хоть и эффективны против крыс ближки и очень даже эффективны они все-таки являются пехотой но такого достаточно низкого тира их даже ко второму то наверное с натяжкой отнесешь то соответственно не предводитель воинов тем более у него эти бесконечные обилки не тем более крысоогр этой пехоты не боятся и мы сами видим как в общем-то схлапываются лучники скелеты горят находятся они в состоянии распада и шансов все меньше и меньше у тамбов вот такой поединок мне до определенной степени в общем-то понравился именно стиль исполнения состава за тамбов виспом вот но вот все таки сетра вот в этом плане до определенной степени виспа подвел но в любом случае gg спасибо за внимание всем пока